Памятник девчонке из далеких дней, которую воспевал Батырхан Шукенов в песне «Джулия» появился в Уральске. Автором памятника у фонтана на новой площади независимости стал местный скульптор Дмитрий Баймукашев. Бронзовую статую героини хита установили здесь не случайно. 30 лет назад «Джулия» впервые прозвучала именно здесь, в Уральске, на сцене пединститута. Ее исполнила группа «Алма-Ата», получившая известность позже как «А-студио». В честь открытия памятника прозвучали песни Баттера. К слову, прямое отношение к городу имеет и композиция «Белая река», а в ней поется о Седом Урале. Так же, как и скульптура, стали подарком городу в день рождения от местных предпринимателей часы, украшенные коваными узорами. Скорее всего, наверное, авторы этой музыки были влюблены в какую-то девушку. Может, даже не обязательно, чтобы ее звали Джулия, а Джулия стала как бы образом этой песни. Я думаю, что неспроста эта скульптура, она открывается сегодня именно в нашем городе. Я хочу пожелать нашему будущему поколению, чтобы они встречались здесь, устраивали здесь флешмобы и пели замечательные песни этого великого музыканта. Очень люблю слушать его песни, как на казахском, так и на русском языке. Особенно нравится песня Джулия, потому что меня тоже зовут Гульнура, и меня в детстве звали Гулия. Как бы Джулия, а не вот что же. Но песня такая вот романтичная, но в то же время такая грустная. Вот о жизни, об отношениях двух людей, о любви, можно так сказать, песня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!